Поймите, нельзя продать землю вообще в этой ситуации, да? Второе, а какой смысл, объясните мне, экономический смысл продажи земли? Вот кто может из вас, и кто из них может научно обоснованно объяснить, какой смысл продажи земли? Я лично не вижу, я могу сделать колоссальный бизнес для Украины, поднять ее в ВВП, Я им рассказал так, я обоснованно научно это все им объяснил, и они не хотят этого делать, почему? Потому что там нет их заработка, там нет заработка для страны, которая доходит до полутриллиона долларов в год, или за два года, рост ВВП, но их нет заработка там, понимаете, их это не интересует, а вот распродать, это их интересует, Поэтому я категорически против продажи земли, в ближайшие 10 лет вообще это вопрос должен быть снят, а продажа иностранцам вообще запрещена пожизненно, сколько будет существовать у Украины? Потому что продажа земли, это по сути дела продажа территориальной целостности Украины, понимаете, да? Подавая землю, мы продаем страну. То, что наши деды защитили, и фашисты не смогли взять мечом, то эти пришли и хотят фантиком, долларовым этим фантиком взять и оккупировать нашу землю. Понимаете, что происходит? И за счет того, что есть сейчас население, которое, ну, недопонимает это, да, и за счет того, что в собственности старца находится 11,4 миллиона, как минимум, а то может и больше гитара земли, вот эту часть земли они хотят быстро продать. Это колоссальный доход, там речь идет о сотнях миллиардов долларов. Я же вам показал, если цена одного гитара реально не тысячи, а 60 тысяч, посчитайте, помните, это 6 триллионов, 6,6 триллиона долларов, вы стоите только 11 миллионов гитар земли государства. Спасибо. Пан Руслан, а вот как вы можете, вот, чей у вас приклад, что слуги народа в своем турборежиме, в яком они голосуют, приняли закон, который защищает социальную какую-то версту населения? Нет, потому что, ну, понимаете, законодательную экономическую базу у нас формирует кабинет министров. Кто у нас в кабинете министров, мы с вами прекрасно знаем, да, во главе кабинета министров, как он сам сказал, профан. Некоторые министры, как бы, называют себя... Один был лад, другой профан. Да, да, то есть один профан сам себя назвал в экономике, да, а второй сказал, да, я там на букву «Д». То есть, как бы, говорить о том, что не могут принимать какую-то целостную программу в интересах Украины, может, Анатолий Владимирович меня поправит, но я пока не понимаю, не вижу, кто-то может и что принять. Собственно, пока что вся экономическая стабильность держится ровно на двух ногах. Нога первая – это революция гривны, в том числе за счет ОВГЗ. Нога вторая – это перечисление наших гастарбайтеров. Если эти две ноги убрать, то мы видим, что рост Украины – это не рост Украины, сколько там они собирались, по-моему, 3,5, да, рост УВП в 2020 году, но это план. Факт, я думаю, будет меньше. Да, он меньше и есть, и будет. То есть, это стагнация, это не развитие, это стагнация, то есть, Гончарук может артикулировать какие-то хорошие, может быть, даже иногда правильные вещи, но он не понимает, как это сделать. Потому что целостная стратегия вывода Украины из кризиса должна начинаться с ответа на простой вопрос. Какой тип модели экономики мы строим? Инновационную или цифровую? Хотел бы ответить на этот вопрос. И план должен быть где-то лет 10-15. Темпа экономического роста для того, чтобы мы более-менее вышли на какие-то понятные социальные стандарты, должен быть, на мой субъективный взгляд, не меньше 7%. Но с этим правительством я пока не вижу перспективы даже приблизиться к этой цифре, а не то, что ее достичь. А турборежим – это всего лишь, знаете, фиговый листок, на мой взгляд, который прикрывает вопиющий уровень некомпетентности очень многих членов Кабинета Министра. Продолжение следует...